Я же не просто зашел в КТТ, именно с этого загрузочного экрана, ведь сегодня я вам покажу, как же заработать очень-очень-очень много денег. Я Радих приветствую, всем здравствуйте, дамы и гости моего канала, с вами как всегда Айрон. Сегодняшний видеоролик мы будем играть в группу под названием Robox в режим кардиза и шептайка в Robox. И сегодня я покажу самый жесткий заработок в КТТ. Как же все же прокачаться до бога, не профи, а именно бога. Собственно говоря, нажимаем на play. Первое, что вас встречает, это автосалон. Я считаю, что лучше всего выбирать именно полицейский автосалон. Не этот, не красный, не синий, не зеленый. Конечно, зеленый выглядит побольше, но у полицейского есть свои фичи, так что выбираем полицейский. Место, куда вы поставите, в принципе, тут без разницы. Вы заходите, забираете ежедневный подарочек в 4500. И у вас будет ничего. Заходите сюда на этот крестик и здесь у вас будут всякие разные прокачки. Я вам скажу так, что прокачивать внешку автосалона не обязательно. Главное, что прокачайте вот эти вот стенды. С самого начала прокачайте вот эти вот стенды, которые тут стоят. Если вы это не сделаете и будете прокачивать это, то это будет бессмысленно. Когда вы прокачаете все стенды тут, внизу, то вы можете, типа, сделать уже нижний этаж, потому что к верхнему этажу вы не сможете пробраться. А на верхнем этаже еще пять стоянок. И, так сказать, вы будете вот так вот зарабатывать. А если вы прям новичок, если вы прям новичок, то вы прокачали, к примеру. И нужно задуматься о какой-то тачке. У вас с самого начала будет вот такой вот фион. Прикольненький фион. Но, я думаю, вы захотите новую машину. И тут в дело пойдет Lexus. Lexus 350. В принципе, вы можете 6-16 тысяч, так сказать, взять и купить этот тот самый Lexus. И на нем уже фармится. То есть, у вас есть крутая машина. Вот, к примеру, вы купили две стоянки. Поставили фионт сюда и поставили свой Lexus, который я только что недавно купили. Лучше всего кататься на тачках, которые вы недавно купили. То есть, вы купили последнюю машину, к примеру, Lexus. И на ней и фармитесь. Потому что у нее награда за милию 2294. Также, давайте проберемся, какие тачки лучше покупать в дальнейшем. После Lexus вы можете себе, так сказать, приобрести тачку под названием, под названием, под названием. Ну, можете, не знаю, наверное, какую-нибудь B-шечку. Можете BMW S3. За 130 тысяч. В принципе, нормальный такой варик. Если вы хотите по стопам аэрона идти, то я самую тачку первую покупал Toyota, ой, Тесу. Я люблю Тесу, так что я ее купил. Она, в принципе, быстро разгоняется. Ну, для такого сегмента 36 тысяч. Потом я покупал себе тачку под названием... Где она тут? Вот он, Сан-Мартин Вулкан. Вот это 170 тысяч. Мне он понравился. Он такой был красивый на то время. И я его купил. Ну, его тоже можно приобрести, если хотите по моим стопам эти. Также, 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 также вы можете за 500 тысяч. Но это для вас будет дорого получить. Грейфдиггер. Ну, а сейчас нет таких денег, так что вы все равно его не получите. Если хотите эксклюзивную машину, вы можете накопить и получить. А потом еще проехать гонку и получить с чем и голодом. Ну, это так, чисто для тех, кто сейчас именно в данный момент играет, когда есть ивент Дрейфдиггер. Собственно говоря, дальше. Дальше у нас тачку можно приобрести уже третьего класса. Вот после так, после вот таких вот тачек, там, не знаю, можете бэшечку. Это, если что, донатное. Так что вы не сможете купить. Вообще, я неправильно показываю там ивентовские лимитки. Во. Вот здесь, в магазине, который может все купить. Можете эту приобрести, которая я качался. И дальше, дальше, дальше вы листаете, листаете. И можете себе приобрести какой-нибудь вот эту вот. Вот Мазерати. За 310 тысяч. В принципе, Мазерати, она по внешке, в принципе, красивая. И по характеристикам тоже нормальная. 300 километров в час, это не хухры-мухры. 300 километров в час, она нормально едет. Ну, 216 латных, получается. Ну, это кому нравится, в принципе, можете вместо Мазерати купить какой-нибудь Поршик. Если вы фанаты Порши, то можете Поршик приобрести. Только он у вас уже обойдется 300-325 тысяч. Хотя они едут одинаково. Феррари можете купить. В принципе, тоже нормальный варик. Но, я вам советую покупать Теслу Родстер. Родстер, это та машина, которая имбовая, самая почти имбовая машина, самая дисбалансная машина, которая есть вообще в игре. Это Тесла Родстер за 700 тысяч. 321 у нее скорость, вот ее характеристики. Она, у нее разгон офигенный. Управляемость для своей цены 700 тысяч, тоже офигенная. Внешка, конечно, не прям такая офигенная, вау. Но, тоже имеет быть, место быть. И дальше, у вас есть два варика. Вы можете купить тачку за 1 500 000 Поршик. Либо же такого ценового сегмента. Не знаю, что еще можно. Макуарон можно, кстати. Макуарон. Ну, я после этой Теслы, я покупал Геймеру. Я покупал Геймеру. И многие люди делают ошибку. Покупают все машины подряд. Не надо это делать. Купите самую дорогую, потом уже можете это делать. Потому, что это просто трата денег. Это, знаете, тогда я еще покупал 4GT. Я не знаю, зачем я его купил. Я его купил и все. Я это... Я все равно катался на Тесле у Родстера. Хотя, это была ошибка. Потому, что он едет 328. А Родстер 321. Сейчас же тут быстрее фармал. Немножечко. Прямо вообще капелюшечку было бы быстрее. Ну, а так я потом купил Геймеру за 2 миллиона. В принципе, офигенная тачка. Вот лично мне, она мне очень зашла в то время. Дальше. Я покупал лимитку. Вы можете, конечно, не покупать лимитки. Это ваше сугубое мнение. Вы можете их вообще послать куда подальше. Вот она, моя первая лимитка. Вот она. Хэнси Велоцираптор. 4... Не, он сейчас 4 миллиона стоил в Limited Store. А тогда он стоил 3 миллиона 750 тысяч. Да. Как стоит сейчас джип. На то время это были большие для меня деньги. Я бы офигел бы, если бы мне бы дали какую-нибудь, не знаю, Поганико-Долунгу за 11 миллионов. Я бы не накопил бы в то время столько денег. В принципе, потом, после Геймеры, я купил... Ну, лично для меня это была ошибка покупать тачку под названием McQuarrant Spider. Многим людям она не понравилась чисто по управлению. Она еще фигово разгоняется. Ну, на то время это была фигня. Но сейчас что-то нормально. Те люди просто мне говорили, что я вот ошибку сделал. Потом, вы можете купить Хэнси Веном. Лучше Хэнси Веном, чем Тадару. Ну, это чисто, что вам нравится. Ну, блин, лям накопите, получите самую быструю машину именно для вас. Вот почему тут Bugatti 300+, болит. И это абсолютно за 800 робуксов. В принципе, давайте поговорим о геймпассах. Я просто вам все уже рассказал. Вы можете после Тесла сразу же копить на эту Хэнси Веном. Это я на Альта Каунте это делал. Вот так вот, типа, собирал. Так что вы можете так же сделать, как и Альта Каунте. Дальше давайте поговорим о геймпассах. Геймпассы, геймпассы, геймпассы. Вот они, наши геймпассы. Самые лучшие геймпассы, которые есть в Корее. Первое. Х2 Мани. Сразу же покупайте именно этот геймпасс. Стоит он 250 робуксов. Дальше, второй геймпасс, который нужен для фарма, это Хэперкарс. За 800 робуксов. У вас тут дается Кенигсика Джеска, Актерес и Абсолют. То есть, первая машинка это вот этот Абсолют. Дальше Кенигсика Актерес. И последний это Кенигсика Джеска. Но именно для фарма вам потребуется Кенигсика Абсолют. Другие тачки вам будут просто бесполезны. Вот, серьезно. А, и у меня интернет вылетел. Спасибо. Следующее, что я бы советовал делать. Это, почему именно полицейский автосалон? Так, потому что, видите, вот это что. Ограбление. Ограбление в КДТ это прибыльная вещь. То есть, вы едете на точку, на точку прибыли. Едете, едете. Вот, кстати, как выглядит Кенигсика Абсолют. У него скорость почти 500. Так что, с Х2 Мани вы будете получать по 4К. Если будет еще Х2 и Венту, будет по 8К за раз. Это очень много. Вот, как я накопил свои 675 миллионов. Я сейчас вам еще расскажу еще один способ фарма. Заходим в этом, в вот этот вот магазин, супермаркет. Дальше вы идете по ступеням, куда шел вор. То есть, вот так вот открываете, открываете двери. Проходите. И вот он вор. Арестуйте. Арестуйте. И получаете 13 тысяч. Для начала игры это очень много. То есть, вот этот вот фарм с грабителей, это прям хороший фарм. Вот для вас, для новичков, это очень хороший фарм. Дальше. Поговорим насчет самого фарма. Как же фармиться? Где ездить? На каких гонках? Или не знаю. Первое, что я бы вам советовал, все же, это новая карта. На прошлой карте я делал такой ролик, но уже новая. Так что, вот, вот эта вот гонка вокруг всей карты. Сейчас, я думаю, идеальное время для таких вот гонок вокруг карты. Это именно на этой карте. Вот здесь вот реально очень легко получить деньги. Вот видите, я на скорости 400 километров в час еду по тоннелю. По 3000 я получаю. Вот так вот проезжали. Ну, если вы один раз хотя бы проезжали городскую гонку с хайвеем, то вы уже знаете, что это такое. И еще я бы хотел вам сказать ой, в хук, ой, в хук, один лайфхак, под названием, ну, нечистество, наверное, ну, это, так сказать... смотрите если вы с компа то вы можете зажать w нажать сейчас escape и отжать x escape о чудо я я не нажимаю сейчас на W она сама едет она реально сама едет то есть такой лайфхак стоит и просто вы можете не нажимать на W вы можете просто это поворачивать и все а если вы хотите выключить функцию нажмите один раз на W и это выключится видите опять так сделал я опять еду просто вот это лайфхак от айрона а дальше 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 что я хотел сказать насчет автофарма люди не слушайте гамбл ну понятно что у гамбла 400 миллиардов и типа хороший эффект но люди если вас запалят контрибутер вам будет пиздец вам будет большой при долбучий капец вас просто забанят в этом режиме вы вам надо это на вам надо это я думаю нет я считаю что сегодняшний способ из вас заработка для вас были идеальны как же накопить столько денег ищу вы думаете то что один месяц один месяц а до 1 неделю проиграли уже в 600 лямб фигушки мои деньги я их копил наверное меньше года скоро кстати уже будет год как я играю в кдт так что ждите ролик один такой интересненький по моему аккаунту и конечно вот эти все либитки в них тоже лежат мои деньги так что у меня уже состояние больше миллиарда я в этом уверен я уже больше миллиарда миллиард так что делайте вывода люди просто меня я видел очень много людей писали коментах типа как ты прокачал себя поэтому читер фу что типа это сама накрутил денег ну вот эти вот два геймпасса которым говорил это самые бывают если у вас еще есть деньги то может випку купить потому что вам там дается специальные цвета особняк бугатти верон обычный бу и бугатти верон суперспорт суперспорт 430 километров в час едет а тут есть у нас еще бугатти верон обычная но смысл ее о том то что она хромирована понимаете хром это хром сделаем утро вот он сутрить хромированная бугатти но она жестко выглядит прикольно ладно всем спасибо за просмотр надеюсь вам понравился видеоролик здесь вам понравился так сказать совет а то верно даже лайфхак был и как как же прокачаться и стать богом кдт но все спасибо за просмотр ставьте лайки пишите комментарии нас с вами был айрон всем удачи и всем пока пока и до скорых встреч